Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мария и сегодня у нас с вами будет очередное парфюмерное видео. И сегодня я вам расскажу об аромате хабанита или абонита от фирмы Molinar. У меня есть вот такой вот пробничек, который я заказывала на сайте Essence Nobel. Для тех, кто живет в Германии, там можно заказывать от Levante, ну и можно и полные флаконы парфюма. Я внизу добавлю ссылку на этот сайт, не реклама, но вот информация, что там можно заказывать от Levante. Здесь 3 мл. И я решила, у меня этот от Levante уже где-то год, то есть я его постепенно носила при разной погоде. И вот сейчас осенью решила закончить, так как все-таки год ему уже, чтобы он не испортился, и поделиться с вами своими впечатлениями. Очень интересный аромат абонита. Некоторые говорят хабанита, некоторые говорят абонита на испанский манер. Не знаю, мы вроде говорим, например, по-русски хабанера, а не абонера. С другой стороны по-испански абонита. Не знаю, как буду произносить, как бог на душу положит. Этот аромат был создан в 1921 году. Изначально, насколько я знаю, это была отдушка для табака, для сигарет или для сигар. Точно я не уверена. И как-то это чувствуется, да. И говорят, что в оригинальной пирамиде было 600 разных эссенций. То есть вы можете себе представить, насколько это сложный аромат, насколько он вообще сложен для описания. На сайте Фрагрантика, как основные ноты, то есть пользователи выделяют, как ноты, которые они слышат лучше всего. Это мастик или мастиковое дерево, ваниль, мускатный орех, амбра, сантал, ветивер, герань, гелиотроп, ну и так далее. То есть по пирамиде, в которой заявлено дерево, например, заявлено ваниль, амбра, мускатный орех. То есть вы можете уже себе представить, в каком направлении идет этот аромат немножко. То есть в таком вот сладковатом, специевом, что-то будет, может быть, древесное. Но вообще этот аромат, он очень сложный. Это один из тех ароматов, которые можно описывать бесконечно. И когда читаешь отзывы, и ты уже знаешь этот аромат, ты думаешь, да, действительно, люди правы. Потому что и это есть в этом аромате, и есть вот это в этом аромате. При этом они могут описывать что-то совершенно разное, и каждый будет прав. То есть каждый слышит что-то свое. И есть, ну, несколько таких ароматов, которые очень сложно описать, которые пахнут просто собой. И вот абонита это один из них. Я брызну еще раз на себя, хотя я его уже сегодня на себя брызгала. Знаете, когда я его в первый раз попробовала, это было в магазине, не из этого, от Леванта, а из флакона, из тестера. Я подумала, вау, верхние ноты, знаете, они сладкие, но при этом они терпкие. И у меня вообще с этим ароматом стойкая ассоциация со Стамбулом, с кофейней в Стамбуле. Он не пахнет кофе, сразу говорю, он не пахнет кофе. Но именно ассоциация. То есть, знаете, представьте себе черный кофе, турецкий, в который вы положили немного сахара. И кофе стал от этого сладким, ну, сладковатым, но при этом он такой вот терпкий, да, кофейный, горький. То есть кофе он не пахнет ароматом, сразу еще раз. Вот такое ощущение, что да, есть сладость, но при этом это не сладость какого-то там сженого сахара, вот как в современных парфюмах, это такая более терпкая сладость. И, видимо, ассоциации с кофейней, потому что в турецкой кофейне, естественно, подают пахлаву. Какие-то такие интересные десерты. Пряностями пахнет. В кофе тоже добавляют мастику. Не знаю, пахнет ли эта мастика так же, как вот это вот мастиковое дерево, которое здесь обозначено. Понятия не имею, как оно должно пахнуть. Но ассоциации у меня есть. То есть вот вот эти вот все десерты, которые пахнут, пахлава, кофе, от которого идет терпкость, какие-то дымные, может быть, что-то там с кухни дымком потянуло или с улицы. Вот ассоциации такие у меня с этим ароматом. Да, вот сладкий, терпкий, пряный. Знаете, в какой-то момент мне, я его носила, и мне стало казаться, что он пахнет именно пряниками. Потому что здесь действительно есть какой-то набор, вот может быть, мускатный орех это мне дает, что пахнет какой-то такой сладостью. Вот ваниль, мускатный орех, прянички. Вот пряники, которые от слова пряный, да, не просто там пряники с повидлом внутри. В нем есть какая-то легкая дымность, особенно почему-то, если нюхать вот так вот со спрея. Может быть, это кожаные ноты, потому что я часто слышу кожаные ноты, как дымные ноты, они для меня как-то взаимозаменяемы. В нем есть определенная вот эта дымность, есть ощущение табака, но не пахнет никакими сигаретами от него. Знаете, когда табак еще в виде вот листьев, вот этот сухой табак, что-то в нем есть. Меня вызывает это ассоциации с кармен. Кармен, как известно, работала на сигаретной фабрике, да, на табачной фабрике. Вот, и мне кажется, что она могла как-то так пахнуть. Набонита, испанка, табак, кармен. Аромат, конечно, шикарный, то есть очень сложный и пахнет все время по-разному. То вот этой вот легкой дымностью, то сладостью, но не простой сладостью, знаете, такой прямолинейной, а очень сложной вот этой вот пряной сладостью. У меня с ним ассоциации, что, чтобы его носить, нужно надеть, не знаю, бархат, бархатное платье. Я поэтому сегодня надела вот такой вот бархатный пиджак, чтобы было немного в тему. Надеть, знаете, бархат, бархатное платье и выйти так томно куда-то там в бар вечером. Ну, вы такая вот женщина из 20-х годов. Вся шикарная, поэтому я долго не носила этот отливант или носила его очень редко, потому что мне казалось, ну куда. Хотя сейчас я его надевала на выходных и думаю, что в нем даже и дома очень уютно. Когда я в нем дома сижу, он мне больше пахнет именно какой-то пахлавой и пряниками. Вот такими вот сладостями, десертами, но это не гурманский аромат, опять же говорю, скорее такой более утонченный. То есть, в принципе, он даже может быть не такой возвышенный, как мне сначала показалось. То есть, не обязательно быть томной дамой из 20-х, чтобы его носить там. Не обязательно меха какие-то с бархатом надевать. Да, но аромат определенно стоит внимания. Я, скорее всего, не буду себе покупать полный флакон, потому что я не уверена, что я буду такое носить очень часто. Хотя я заметочку такую себе мысленную оставила. Тем более, что этот аромат, как многие старые такие шедевры, стоит не очень дорого. Эти старые шедевры, которые до сих пор выпускаются. На Натина его можно купить за там меньше 30 евро флакон. То есть, очень можно по хорошей цене найти эту абониту или где-то с рук запросто. Вообще, очень рекомендую вам познакомиться с этим ароматом и ставить свое мнение. Потому что, когда читаешь комментарии, люди пишут совершенно разное, и они все правы. Вот честно. Кто-то пишет, что он очень сладкий. Да, он очень сладкий. В нем есть вот эта вот такая вот сладость, как у пахлавы какой-то. Кто-то пишет, что он не такой сладкий. Да, потому что он терпкий. Кто-то пишет, что в нем есть явная какая-то табачность и дымность. Да. И кожаность. Да. Ну вот я вам говорила, что дым и кожа для меня иногда похожи по звучанию. Да, это все есть в нем. Специевость. Да, в нем есть специевость. Но я в основном слышу вот такие вот, знаете, сладкие специи, как ваниль, мускатный орех. Может быть, что-то еще тут есть из этого разряда. То, чтобы вы положили, знаете, в выпечку какую-то. Цветы. Цветов я как таковых не ощущаю. Но вообще у меня плохо с цветами. Я как-то их плохо различаю. И я вообще не фанат таких чисто цветочных ароматов. И поэтому, видимо, я не могу их отличить друг от друга в парфюмерной композиции. Некоторые пишут, что он похож на пятерку Шанель. Вот этого я, честно говоря, не слышу. Альдегиды. Ну, то есть пятерка для меня пахнет цветочным мылом. Может быть, с цитрусами. Таким хорошим, дорогим цветочным мылом для меня пахнет пятерка. Тут такого вообще, вообще нет. То есть не слышу я вот альдегидов. Таких, которые как мыло дорогое, цветочное. Вот нет для меня такого. Но некоторые это чувствуют. Может быть, это тоже здесь есть. Может быть, я это услышу еще через год. Некоторые пишут про воск. Да. Могу согласиться, что есть здесь что-то такое восковое. Благовоние. Да, это можно все услышать здесь. То есть люди пишут про бары с кожаной мебелью. Да, можно услышать, знаете, бар, в котором когда-то курили, сейчас не курят, табака нету, вот сигаретного дыма в воздухе. Но что-то такое осталось в обивке мебели. Да. То есть про стойкость еще скажу. Стойкий аромат, но не такой убойный, как какой-нибудь, например, слонкинзо. Или даже как старая какая-нибудь поэма. Он достаточно мягкий, то есть можно нанести один пшик, например, под волос и будет слышать целый день. Можно нанести несколько пшиков там на кожу, на тело. Будете тоже долго слышать, но он вас не задушит, не убьет. По крайней мере, я когда брызгала из отливанта, эти маленькие пшики, он меня не душил, даже если я наносила много. Вот летом, да, может придушить из-за вот этой сладости, хотя летом я его тоже надевала одним там двумя пшиками, аккуратненько. И он, знаете, когда специи вот эти все летом раскрываются, сладость такая вот растекается по вашему телу. Летом его тоже можно носить, но аккуратненько. Если вы, например, летом можете носить слона кинзо или поэму, то вы вот это тоже сможете носить. Вообще, если вам нравится, например, слон кинзо, скорее всего, вам понравится вот это. Они разные, но тоже вот эта сладкая специевость, вот есть что-то общее. Да, в целом он мне нравится. Покупать, наверное, не буду, потому что у меня просто много разных флаконов и куда мне еще один, но очень понравился. Просто вот не уверена я, что буду носить такой своеобразный аромат. Но может быть, через 15-20 лет, когда я буду более такой зрелой дамой, в бархате и в мехах, и мне захочется выйти на какую-то, может быть, даже тематическую вечеринку в селе 20-х годов. Или томно так пойти в бар, так посидеть с бокальчиком. Я себе куплю флакончик абониты и буду в нем ходить. А сейчас, может быть, что-то буду носить более простое и молодежное, потому что сейчас тянет меня, знаете, на два притопа, три прихлопа, парфюмы. Ну, прямо очень мне понравился. Заканчиваю я говорить об этом парфюме. Вы уже поняли, что по описанию понять ничего невозможно. Надо нюхать абонита пахнет абонитой. Точно так же, как слон кинзо пахнет слоном кинзо, поэма пахнет поэмой. И вот многие другие такие ароматы, там пуазон пахнет пуазоном, и описать их очень сложно. Нюхайте. Аромат недорогой, можно заказать от Левант, например, и наслаждаться. Хватит вам надолго, двух миллилитров, потому что он достаточно стойкий. Спасибо за внимание. Ставьте лайки или дизлайки, потому что я много болтаю о всякой ерунде здесь. Подписывайтесь на канал. У нас с вами будет больше парфюмерных видео и не парфюмерных тоже. Ссылку я добавлю на мое не парфюмерное видео. Всем пока. Спасибо.